Комсомольск Я здесь оказался, это безумное счастье. Не знаю, что было бы в дальнейшем с моей судьбой, если бы я не оказался здесь и не общался бы с такими людьми, как вы. Я очень благодарен своей судьбе и то, что я родился именно в этом городе, именно где находится этот театр к нам. Я очень люблю его. И хотел бы в дальнейшем поддерживать связь, не потеряться где-то в жизни, стать серым, хмурым, просто обитать, работа дома. Это же не интересно в жизни. Хочется общаться с разными людьми, узнавать больше о театре, об искусстве и о направлениях, которые существуют в мире в данный момент. Спасибо. Вон из Москвы. Сюда я больше не издох. Бегу, не оглянусь. Пойду искать по свету. Где оскорбленному, есть чувство уголок. Карету мне! Карету! Я, например, сюда ходила, потому что, ну как, очень хотела прийти новых друзей, очень хотелось выйти с того состояния, которое я была два года назад. И чтобы мне это помогло, правда, мне мама сюда, так, за шкирку. Как все говорили, мне принесли сюда, буквально на руках. Я смогла. Неправда! Чтоб ты сдохла, кричала я! Чтоб ты сдохла! Ты не то имела в виду! Сдох! Ты не думала! Думалась! Она сказала, что она однажды возвращается, обретает форму, свет, дамок и звук, подкрадывается сзади, делает дело за тебя. Я сказала, чтоб ты сдохла! И она умерла. Для меня вообще, как бы, к нам стал. То есть я пришла сюда, потому что мне было очень плохо, у меня был сильный кризис. То есть я практически, если бы я не пришла, я бы умерла. Поэтому я бы жила только благодаря к нам. Девочки, слабое сердце. Девочки, слабое сердце. Мы не смогли ей помочь. Бедная девочка. Бедная девочка. Нет! Постойте! Все не так! Все неправильно! Живи! Пожалуйста, живи! Прости! 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 Я не могла зайти в помещение, не могла зайти даже в автобус, потому что я настолько стеснялась. Я шла к вам минут 30, я не знаю даже больше. Я заворачивала раз 30 назад, я останавливалась раз 10, стояла, думала минут по 5, а тем не или нет, мне столько это стоило усилий. Огромное вам спасибо! У меня сейчас столько энергии, я знаю, чего я хочу, я знаю, кто я, и никто никогда не оскорбит меня, не обидит. Я знаю, что, я знаю себе цену, и никто никогда не сдвинет меня с пути. Огромное вам спасибо! В первую очередь я почувствовала наконец себя человеком, прям 100% человеком, потому что раньше я себя была ужасного о себе мнения, вот сейчас я вообще для себя очень хорошее мнение, я себя так люблю, и в жизни мне это очень помогает не только в работе, но очень помогает решать проблемы. Я – это ты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще другой мир. Вот честно скажу, что совсем другой мир и как бы уходить из этого мира совершенно не хочется. Мне стало интересно в этом городе, который я раньше вообще не переносила, я его ненавидела, просто этот город. Хотела сюда уехать, теперь я даже не знаю. Я даже не хочу ехать, отдыхать просто. Просто вашей энергией. Вот обладела полностью вообще кнамовским лексиконом. Я даже чувствую, что иногда моя манера поведения даже как-то меняется. Я как-то даже начинаю мыслиться более глубоко, более по-взрослому, может быть. Ну, нечто невероятное. Я выросла вообще как личность. Меня лично зарядил театр к нам. И все, кто здесь работает. Я просто не знаю, это невозможно передать словами. Это нужно испытать. В один прекрасный день ты просыпаешься и понимаешь, что все, ты наполнен энергией, и она из тебя хлещет. И ты делаешь такие потрясающие вещи, что просто люди смотрят и поражаются. Насколько неспособный ранее человек добился чего-то, открыл себе талант. Я никогда не забуду, когда первое занятие. Мы пришли, нам включили кассету других деток. Я помню, смотрела на них, честно скажу, как на ненормальных. И я помню первое занятие, когда вы нам сказали, что да, мы здесь будем прыгать, орать, как потерпевшие. А кто-то может заглянуть и не понять нас. Я помню первое, когда начали прыгать и орать, я так думаю, точно дураки здесь собрались. Да, больше тебя не приду. Думаю, что я там, ну так ора, и что я буду как-то дураки прыгать. То есть прыгала, прыгаю и буду прыгать. Ухлесок. Ну и просто кардинально изменился в характере, как выразился Линч Леша. То, что это, я поломал свою стену. Я желаю вам, чтобы ваш второй дом существовал как можно дольше. Чтобы люди, которые в себе не открыли какие-то еще познания, что-то в себе еще не открыли, не раскрылись, и сами себя еще не поняли просто. Они просто должны прийти в это место. У них что, была у них возможность прийти в это место, как бы открыть себя. Да, я вас всех люблю. Ребят, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что... Спасибо. 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 До свидания. Спасибо.